Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Наша мебельная фабрика привезла вам новогодний такой спектакль. Очень, очень, я думаю, что красивый, позитивный. Мы желаем вам всем здоровья, хорошего настроения. Так что, раздейте большими и поздравляю вас! Распектакль подарит вам хорошее настроение. И заряд положительный, еще на много-много времени вперед, на много месяцев. И мы надеемся, что увидимся с вами еще, в последней нашей встрече. Поэтому всего-всего вам самого хорошего в новом году. И будьте умницами, главное, не болейте, все-все будет хорошо. Спасибо, всем благодаря вам. Ребятки, здравствуйте! Здравствуйте! Вы готовы? А-а-а! А-а-а! Сегодня вы познакомитесь с новыми для вас героями. Это попугай, это инопланетянин, это добрый маленький дракончик, это милиционер, представляете? И другие герои. Они очень любят, когда вы будете хлопать и отвечать. Похлопайте, покажи. Спасибо. 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 Привет, привет, ребята. Это я, Снюсик. А теперь вы громко крикните мне. Привет! Привет! А громче можете? Привет! А еще громче, громче, громче! Привет! Вот это совсем другое дело. Приятно познакомиться. А я, между прочим, уже знаком с ребятами с планеты Земля. Да, с Димкой Великовым, с Вовкой Шахматовым, со Светой Помадкиной и Жорой Зефиркиным. Я с ними дружу, когда они спят. Ведь я же живу на планете снов. И когда ребята на Земле засыпают, они попадают ко мне на планету. Только почему-то потом об этом сразу забывают. А я все помню. Мне как-то рассказывали, что на Земле есть такие веселые соревнования, где все прыгают, бегают, купаются, ныряют, с мячом играют, на филиках катаются. Знаете, как они называются? Как и птички иголы. Это соревнование самое главное приклавное. И бывает раз в четыре года. Угадали? Конечно же, это Олимпиада. Вот я и подумал, может, нам самим организовать Олимпиаду? Первую межгалактическую Олимпиаду. Хотите стать ее участниками? Супер! Вот и договорились. Обещаю, будет круто! Ес! Ес! Привет, ребята! О чем это вы тут договариваетесь? О первой межгалактической Олимпиаде. А ты кто? Я попугай Мабаки. Я живу уже 300 лет. Я очень люблю читать и успел прочитать уже сто тысяч книг. А ты кто? Я, наверное, не тянет снюсь с планеты снов. Мабаки, а ты хочешь поучаствовать в нашей Олимпиаде? Конечно, хочу. А каким открытием будет? Уже придумали? Да. Сейчас сообразим. Ага, значит так. Вначале прозвучат фанфары. Вот так? Точно! А потом появляюсь я. Весь такой красивый, обаятельный, привлекательный снюсик. И объявляю межгалактические Олимпийские игры открытыми. Эй, самый обаятельный, привлекательный. Ты ничего не забыл? Ты на чем? Об Олимпийском огне. Точно! Молодец, Мабаки. Я, значит, так стою. В руке у меня факел. Такой весь из себя красивый-прекрасивый. Эй, красивый-прекрасивый. А фейерверк на Олимпиаде будет? Конечно, будет. Тем более у нас для Нового года петарды, бомбочки и ракеты приготовлены. Но ведь категорически нельзя даже близко к ним подходить без дела. Это без дела нельзя. А у нас, между прочим, торжественное открытие первой межгалактической Олимпиады. Понимать надо. Ну где же, товарищ капитан? А то очень уж хочется хотя бы одну петарду побахнуть. Ну что, даже он задерживается. Ребята, пока его нет, наверное, я одну взорву. Побахнем, ребята? Так, вот. Вот это будет в самый раз. Ни большая, ни маленькая. Ни тихая, ни громкая. Самая зачинательская. Я ее специально для начала оставил. Ну, держись, сейчас рванет. Романет. Следствие показывает, Снис, что ты попал в своей бомбочке именно туда, куда лежали остальные петарды и ракеты и другие взрывоопасные предметы. Вот они друг от друга и сдетонировали. Понятно? Сделав. Сделав. Чего остальные сделали? Сдетонировали. А это как? Энергия от одного взрыва передалась всем другим остальным бомбочкам. Вот они все по очереди и побахнули. Теперь понятно? Теперь понятно. Эх, Снис, Снис. Вот ребята, наверное, уже знают, что к спичкам, петардам, бомбочкам ни в коем случае нельзя подходить без присмотра взрослых. Правильно, ребята? Да. Молодцы. Товарищ капитан, мы ведь не просто так. Мы же на открытии олимпиады фейерверк хотели устроить. Какой такой олимпиады? Первой межгалактической. Вот какой. Ого. Готовы? Да. Ставь. Внимание. Да. Азербайджан. Куда же? Да. 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 В этом раунде тоже победила команда «Инна Плейтянка». А-а-а-а. Аплодируем. О-х-х-х. Да. Я узнал, что гонки космических кораблей – самое классное соревнование. Да, ты прав. Но, ребята-земляне, вы не расстраивайтесь, потому что в соревновании главное не победа, а что? Участие. Правильно, участие. Хотя выиграть, конечно, это гораздо приятнее. Так. Товарищ капитан, я, кажется, еще одно соревнование придумал. Только мне надо подготовиться. Ну, хорошо, только смотри, чтобы без взрыва с этих. Хорошо? Договорились? Договорились. Я быстро. А я пока у ребят поспрашиваю, как и не знаю, правила дорожного движения. Знаете, ребята? Вот отверьте мне на такой вопрос. Спасибо. Если горит на светофоре красный свет, а машин нету, можно ли переходить дорогу? Нет. Правильно, нельзя. Так, второй вопрос посложнее. Ребята, если рядом какая-нибудь опасность, например, дорога, можно ли мячик гонять рядом с дорогой? Нет. Нельзя? Точно нельзя? Нет. Правильно, потому что мячик может выкатиться на проезжую часть и тем самым сотворить вот такую аварийную ситуацию. Чего такое? О, так, не выкатся. А это чего такое? Новая спортивная игра. Вот мяч, вот ракетки. Пеннис, товарищ капитан. Бац-бац, бац-бац. Я тебя скажу, вот это вот, что такое? Что это? Я же говорю, ракетки. Они как дороги растут. Вот я их готова. Дорожные знаки нужны, чтобы водители и пешеходы соблюдали правила дорожного движения. Понятно вот тебе? Нет, непонятно. Но как это простой треугольник может кому-то помочь? Вот смотри, я тебе объясню. А что здесь нарисовано? Паровозик какой-то. А, я понял. Там гонки на паровозах устраивают. Понятно? А посмотрим. Эх, снюс, снюс, снюс. Так, погоди. Гонки на паровозах не бывает. Ты понимаешь меня? Ребята, как называется этот знак? Поезд, пешеходный, пешеходный, а самому железный, поезд. Главное, правильно. Он называется железнодорожный переезд. Он помогает водителям и пешеходам узнать, что где-то рядом находится железная дорога. И они просто обязаны усилить свое внимание, чтобы не попасть под поезд. Понятно? Да. Товарищ капитан, смотрите. А на этом знаке два спортсмена бегут. А самому железный? Наверное, это точно олимпийский знак. Да нет, снился. Держи. А самому железный? А самому железный? Ура, я догадался. Этот знак предупреждает взрослых о том, что в этом месте их могут сбить бегущие дети. А мы, братьевцы. Светофоркины. Я красненький. Я желтенький. А я зелененький. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Вериска. А вы не подскажете, где здесь олимпиада проводит? В принципе, здесь. Только вот снюсика пока нет. Как это нет? Я ведь лидер болельщиц всех чемпионов. А чем болельщицы занимаются? Болеют? Кашляют. Чихают? Нет, не болеют и не кашляют. И даже не чихают. Мы болельщицы помогаем нашим кумирам побеждать. Объясняю правила. Мы будем в беспорядке появляться над ширмой. И когда покажусь я красный свет, вы все замрете, потому что на красный хода нет. Когда появлюсь я, желтенький, вы похлопаете. Желтенький свет – это внимание. А когда покажусь я, зелененький, вы легонечко потопаете, переходя дорогу. Ребята, начинаем! Молодцы, ребята! Бериска, у тебя тоже все получилось очень замечательно. Спасибо, я старалась вместе с ребятами. Доктор! 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 О, дожди, девочка, ты же меня убрешь. Кто звал доктора? Кому? 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 Кому нужен доктор? Да! Тогда нужно позвать ветеринара. Ну ладно, сейчас я его осмотрю. О, без заслания. Ничего, сейчас мы воспользуемся нажатырным спиртом. Так. Нюхайте. Вот, подавляйте, действует важного пугая. Мне пугол? Да. Ой-ой-ой! Вы боитесь пуголов? Нет, я не трус, но я боюсь. Не трус. Ребята, ну разве можно бояться уколов? Видишь, ребята не боятся. Раз все говорят, что не боятся, значит и я не буду. А-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Стойте, 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 стойте! Вы же меня расслабили. Вы так страшно вы кричали «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-и-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Да! Так вы на прием ко мне пришли, да? Да! Адролеич, а почему же вы сразу-то не зашли, опугали нас ребятами своим страшным криком? Я боялся! Боялся? Такой вот большой дефоктора боитесь? Я не большой, я маленький, мне всего два годика. Ребята, ну какой же он маленький, правда? Интересно, какой же он будет, когда мы уже 22 годика. Ну хорошо, зовут малышку, как? Меня зовут Няма. Ребята, ну давай, мы Няма. На что жалуетесь? Гот, болит живот. Нет, живот нехорошо, надо Няму послушать. Что там, доктор? Няма, как вам так сказать, у вас там все бурлит, грохочет и булькает? Там не живот, а какое-то извержение лукана. А-а-а! Доктор! Спасите! Помогите! Нет! Скоро, вы руки перед едой мыли? Нет. А зачем? Вы что, сами не знаете? Нет. Не знаю. Ребята, ну вот давайте Няме расскажем, ведь руки надо мыть зачем? Чтобы болит, мы ездили на пустыне, чтобы механизм было. А где эти микробы водятся? Везде! А не в всюду. И в носу. И на поручнях в троллейбусе, и в метро, да? И под ногтями у вас водят, поэтому нужно мыть руки. И дома. И на немытых овощах. Да, и на улице. Доктор, а что, овощи и фрукты тоже мыть надо? Конечно! Конечно, Няма! Конечно, теперь я не удивляюсь, почему у вас так в животе все бурлит клопочкой пулькой. Ну что, придется дать вам каплетку? Откройте рот и закройте глаза. Отяжи резку. Оп! А-а-а! А-а-а! Ой-ой-ой-ой! Чего другу не оттяпал, Няма? А надо быть осторожнее. Извините. Доктор, а теперь я выздоровлю. Ну, конечно, выздоровите, если тем более будете в следующий раз мыть руки перед едой. Но, Няма, вы запомните, что лучшее средство арт на любой болезни это профилактика. Доктор, дайте мне эту таблетку! Профилактика! Интересно, а что это вы тут делаете? Мы делаем зарядку Нямы и проверяем ее полезность для организма. Няма, а что твоя зарядка заряжает? Няма, а что твоя зарядка заряжает? Особенно пальцы! Няма, а что твоя зарядка заряжает? Ничего смешного! Может, силой померимся? Да! Давай! Я соревнования люблю! Тем более у нас межгалоптическая олимпиада проходит! Раз, два, три! Я выиграл! Я победил! Я олимпийский чемпион! Постой! Я ведь тебя правой заборол! Тогда и ты чемпион! Здорово! Мы оба чемпионы! Мы оба чемпионы! Мы оба чемпионы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok